Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, сервис онлайн образования Вайсплаб. Сегодня я с вами рассмотрю, как стать классным программистом. Что для этого нужно? Что изучать? Как много книг читать? Какие курсы проходить? Как же все-таки с нуля стать уже программистом? Давайте рассмотрим все по порядку. Если вы хотите стать программистом, то, естественно, вы должны готовиться к тому, что вам придется много чего изучать. Если у вас нулевой уровень, и вы еще ни разу ни с чем не сталкивались, но есть огромное желание начать, то рекомендую в данном случае начать с простого языка Scratch. Он поможет вам на базовом уровне понять основные моменты в программировании. Вы там научитесь из готовых блоков кода, которые не нужно писать, а только таскаете мышкой, формировать нормальные программы. Причем не только программы, но и даже мини-игры, которые очень классно и красочно будут смотреться у вас на компьютере. Вы сможете их показать друзьям, родителям и уже понять основные принципы создания программы. Это очень удобно для старта. Если у вас уже есть какой-то опыт, или вы уже на Scratch чему-то научились, то следующая программа, которую вы готовы изучать и программировать, нужно уже переходить на более серьезные языки, такие как Python, C Sharp, PHP, JavaScript. Они на этом уровне все примерно одинаковые. То есть у них заложен примерно одинаковый принцип программирования на них. Есть, конечно, какие-то отличия, которые позволяют использовать эти языки в каждой своей области. Но на начальном старте они для вас будут примерно одинаковы. Поэтому без разницы, какой из них вы выберете. И там, и там, когда вы достигнете очень больших высот, зарплата примерно одинаковая. То есть, когда вы профи и эксперт, то зарплата на этих разных языках у вас будет примерно одинаковая. Отличаться на небольшие копейки. Поэтому без разницы, какой язык вы начнете выбирать. Берите Python, берите PHP, JavaScript или другой. Для того, чтобы вам их эффективно изучить, естественно, вам нужна практика. И вам, конечно, нужен наставник, учитель, который будет вам давать правильные задания, проверять задания, рассказывать теорию. Вместе с вами проходить все нюансы использования этих языков. Поэтому старайтесь всегда выполнять всю домашку, которую вам дойдут. Потому что именно вот эта практическая часть и будет закреплять весь материал у вас в голове. Для того, чтобы двигаться дальше и стать еще более успешным, когда вы уже научились и базе программирования, и выбрали какой-то язык, и начали его уже изучать, даже с учителем, на курсах, в классах или даже самостоятельно. Следующий этап, который вы должны пройти, это практическое применение языка. В данном случае все очень просто. Заходите на фриланс, берете любую работу и смотрите, как ее правильно сделать. Если же вы сразу уже планируете устраиваться на работу и, как говорится, брать боевые задачи, то в таком случае вам нужно открыть HeadHunter, посмотреть вакансии, изучить, что требуется помимо этого языка программирования. Потому что, когда вы работаете, например, в большой компании, вам помимо языка программирования нужна еще и архитектура для того, чтобы правильно согласовывать разные системы между собой. Но здесь нет ничего страшного. Все очень просто и довольно интуитивно. То есть, вам нужно уже переходить к практической здесь будет части. Лучше всего также, конечно, с наставником, учителем, который вам поможет и расскажет, как это легко и просто сделать. Присоединяйтесь к нашим курсам программирования, изучайте новые, следите за нашими видео, ставьте лайки. Будете видеть свежие видео вперед всех. Спасибо за внимание.